Эля, мне казалось, что за все сезоны существования шоу «Украина. Майя талант» вот наших требовательных судей уже ничем не удивить. Но я понял, что я ошибался. Одной пятилетней девочке это с легкостью удалось. Расскажешь, кто это? Скажу тебе больше, даже покажу. Потому что прямо сейчас она выйдет на нашу сцену. Маша Першина и ее друг Амадей. Встречайте! Амадей, давай! У меня не получилось, мама! Это потому что я нервничала и плакала. Я испугалась. Не Моня. Ух ты! Маш, еще раз, хочешь сюда на эту сцену? Хочу! Ну, тогда приходь, шо? Раз, два, три, четыре, пять. Мы ходили на подготовительные занятия. Пока это весело и какие-то такие интересные задания, все хорошо. Как только это надо строчки писать, на второй строчке у нее терпение заканчивается. У меня фантазии не хватает, ее все время увлекать черта. Не получайте. Тебе помочь нарисовать? Ну, так, так не получится. А давай я помогу. Помогу, у тебя все получится. Я хотела быть художником, а для того, чтобы хотела быть художником, я хотела быть передней. Не получалось. У меня была одна проблема. Я не умела делать спорады. Потому что я вот так. Я не могу, чтобы у меня ловы на ноги были. Я только вот так могу делать. Не получать. Беги ко мне. Ай! Душеков, сломай. Мне ты сломала, если ты... Наступай. Но если ты ходишь, значит, не сломала. Не мечтай быть феей. Тогда я буду делать, что захочу. У меня будет волшебная палочка. Я что захочу будет быть. О, тогда очень голоденький. Как круглый. За столом не стоит делать. Если ты будешь совершать три хороших поступка, тогда ты можешь получить волшебную палочку. Выйдет волшебник и дашь тебе волшебную палочку. А у тебя уже есть три хороших поступка? У меня обшадик для был один. Хороший поступок. Я там слушалась, Олья и Ваня. Воспитательные в шадике. У меня еще один хороший поступки еще. Моня, водичка у них холодная? Моня для меня друг, потому что я его люблю. А он меня любит, потому что я с ним взвожу. Моня, будь послушной, мы помоги мне победить. А что ты вообще сказала? Не скажу, это секрет. Маша Бершина, Та Амадей. Маша Бершина, Маша Бершина. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Но сегодня товарищ Амадей, и он так смотрит, такая разница, что ему также пообещали телефон. Он смотрит на лево дома, и думает, где мой собачий телефон? Ну, все удалось, круто. А если вы ему допоможете научиться делать кувырки вперед и назад, все, у вас будет Нобелевская премия собачьей дрессуры, реально. Я не вижу. Кто-нибудь видит, как собаки делают кувырки? Дядя Игорь, может, легкое видение, что такое Нобелевская премия для мафии перфона? Я потом расскажу. А, много денег заработаете. Ну, и вытратите их на телефоны. Маша, а ты видела, что собаки кувыркались? Нет. Так и никто не видел, Маша. Вот в чем прикол. Игорь Васильевич, может быть, вы покажете, я просто, чтобы как бы... Что пример для собаки был. Ну, как, как? Право, на лево, в порядок. Нет, секунду. Я просто висю... Дима, а ничего, что мы сейчас говорили про собак, Дима? Про собак. А ты тут скажешь, Игорь Васильевич, может, вы кувыркнетесь? Ну, покажи, как. Я не просил вас кувыркнуться, я просто просил показать, может, у вас фотографии есть, как собак кувыркается? Не, смотрите. Вот в темной комнате, где я буду танцевать контент, я покажу, как кувыркается собака. У вас, по-моему, какая-то появляется волшебная темная комната. Да, уже очень хочется построить эту темную комнату. Никто сейчас не будет кувыркача. Вот именно, действительно. Маша! Уже откувыркались. Да мы так и поняли, Игорь Васильевич отказался. Машуня, а який ты телефон хочешь? С иглом. С чем? С игрушками. А, чтобы игрушки были? С игрушками. Ну что, мне снова что-то телефон подарить или что? Ой, да, Дидя придется. Почему нет? Подарывать тебе телефон? Кстати, это гарная традиция. Я хочу закатывать игру главные. Дидя хочет тебе телефон купить. Подарывать, Машка? Да. Ну все, можно сказать, профессор выиграл. Слушай, какой телефон и все. Сам же купляю, телефон же купляю. Что вы не делаете с моим великим сердцем? Вот так вот. Обещаю, в прямом эфире Маши телефон. Все. Прекрасно. А я, наверное, хочу обратиться ко всем детям Украины. Приходите к нам. Диджо здесь. Заказывайте себе подарки. А, Диджо здесь. Да, я уверен, что ваши мечты будут осуществляться. Слава. Ну что, я получила огромное удовольствие. Во-первых, действительно, такая получилась классная композиция, постановка. Мама, собака, мафа. Мы ее все полюбили за ее очарование, за ее искренность. Ну, в общем, конечно, круто по сравнению с кастингами. Сегодняшнее выступление было просто большой неожиданностью и открытием. Так что я желаю успеха ребятам. И, конечно же, Джек Расселу. Моцарт. Виндже Моцарт, Виндже Амадей. Амадей. Хорошо, спасибо огромное. Маш, кому ты машешь сейчас? Вот ты сейчас кому-то махала? Кто-то в зале сейчас? Я махала маме. А, все, прекрасно. Я вам тоже машу. Она вон стоит. Да, мы видим. Но сейчас мы помашем нашим телезрителям, правда? Друзья мои, если вы считаете, что мафа першина и Амадей должны оказаться в финале, то все зависит только от вас. Запоминаем номер телефона 0900-906-004. Либо отправляем смс-сообщение с кодом 4 на номер 3399. Машенька, спасибо тебе огромное. Это было классно. Вы прекрасный дуэт с Амадеем. Очень надеюсь, что зрители вас сегодня поддержат, и мы увидим вас в финале. Правда? Это была Маша Першина и Амадей. Продолжение следует...